И всем привет ребят, с вами Строй Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем тестировать одно очень интересное сочетание с тем дроном, который я не использую на постоянной основе, это дрон Кемпер, и сегодня мы будем играть на Аресосмаке с Пульсаром. То самое вооружение, которое я уже тестировал, но не тестировал его с интересным дроном Кемпер, который добавляет нам 300% урона к пушке, посмотрим как покажет себя эта комбинация, посмотрим насколько она будет актуальна в матчмейкинге, ну и насколько у нас вообще удастся сделать хороший результат на этой комбинации. И если вам нравятся подобного рода видеоролики с обзорами вооружений, ну и с тестом как раз таки таких интересных дронов как Кемпер, то обязательно поддержите данное видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. К чему я пришел и как вообще появилась у нас вот эта замечательная идея с Кемпером? Я знаю игроков, которые очень сильно обожают играть на Аресосмаке с Кемпером, именно с этим дроном, и порой я видел как с Пульсаром, который только-только относительно недавно у нас появился, с Пульсаром на Кемпере игроки набирали где-то около 1200-1500 очков за бой, и я решил попробовать вот это вот все дело сегодня, посмотрим насколько все хорошо будет реализовано. Нам надо по возможности попасть на ту карту, где есть возможность стоять именно на какой-то определенной позиции на респе, жить как можно дольше на фулл хп, ну и как можно больше накидывать урончика по противнику. Это все дело мы попробуем реализовать, но насколько хорошо получится, мы по итогу боя и узнаем. Главное, чтобы нам сейчас повезло с картой, от нее, если честно, очень многое зависит, если бы это были какие-нибудь мосты, опа, шоссе, шоссе, неплохо, хорошо, режим у нас шоссе TD, ой, TDM, осада, ну и будем пробовать, будем смотреть, как я же давно не играл на этом дроне, если честно, будет очень интересно посмотреть вообще на его реализацию. Так, пока что я даже обычный выстрел попасть не могу по противнику, немножко непривычно, если честно, точка у нас появляется слева снизу, плюс дополнительно будем пробовать реализовывать наше вооружение с точки зрения овердрайва Ариаса. Так, у меня пропадает ДДшка, вся расходка здесь с этим дроном уходит на кулдауны, поэтому в моменте, конечно, не все так однозначно и все так круто. Так, ну у нас через 7 секунд ДДшечка должна появиться. Ну и пока давайте, наверное, занимать вот такую позицию, не сказать, зал бы я, чтобы, конечно, она супер крутая, но посмотрим, сколько нам урона вообще удастся выдать. Пока что у нас даже фулл хп особо на меня противник не отвлекается. Грубо говоря, мы позиционируем себя как игрока, который играет в TDM очку. В моменте, конечно, попасть не так просто, почему-то у меня пусть танк летит выстрел, хотя, по идее, он должен залетать четко в цель. Так, ну и пульсарчик тоже должен неплохо нам саппортить здесь. Два килла у меня пока что есть, наши тиммейты пытаются забрать точку. Пробуем накидать урончик, отличный. Стоппинг залетает, пробуем забрать Ариаса. Очень большое количество смог летит мимо противника, это связано с тем, что у нас как раз таки есть проблемы с пролетом выстрела через танк. Если бы этих бы пролетов у нас бы не было бы, то реализовать бы эту смоку было бы намного-намного проще на таком вот Ариасе. Но по итогу вы видите, что все довольно-таки сложно. И по итогу у нас за 2,5 минуты всего лишь 50 очков, 50 очков на кемпере, 50 очков на кемпере с тем шансом, что у нас есть дополнительно 300 урона, 300% урона к дамагу с этим дроном. То есть этот дрон наносит больше урона со смокой, чем с кризисом. Только ваша задача, чтобы у вас было на постоянной основе фулл хп. Ну и есть еще минус, конечно, в том, что с расстоянием эта смоката не становится лучше, она наоборот становится хуже. Поэтому в моменте мне, конечно, надо стараться далеко не откатывать от противника и стараться здесь накидать как можно больше урона. Противник будет стараться сейчас забирать точку. Резу, кстати, у меня все в порядке. Овердрайв появляется, давайте попробуем запустить его. Давайте попробуем дать овердрайв. Неплохой залетает. Отлично, сбриваем двух противников. Точка сейвится. Так, ну и чуть на откатике еще дополнительный урончик даем. Если честно, довольно тяжело реализовать пока что это сочетание на такой карте. Я думал, что это будет попроще и то, что кемпер будет смотреться поинтересней с этой смокой на пульсаре, потому что я видел, что есть игроки, которые с таким вооружением набирали большое количество очков. Но у меня пока что особо жестко не получается. Но у нас еще времени довольно-таки много до окончания боя, поэтому будем пробовать. Главное, чтобы расходка суперчасто у нас на кулдауне не была. Тогда будет чуточку попроще. Противник пытается захватить точку. Отлично сбивается захват. Так, ну и пока что давайте, наверное, стоять примерно вот в такой позиционке. Парик накидывается от противника. Меняем чуть траекторию на другой фланг. Так, сейчас появится ДДшка. Ну и попробуем накидать урона. Аптечку всегда надо юзать, чтобы повышенный урон с ДД был. И тогда уже пробовать делать накидочку. Неплохо залетают криты, если честно. Очень неплохо. В моменте как раз в том, в котором мне это так сильно необходимо. Пытаемся закрываться от противника, чтобы нам здесь дополнительный урончик не прилетал. Ну и главное, чтобы нам сейчас здесь бомбу никто не поставил. 60% овердрайва уже есть. Стрекер пытался по мне свестись. Пока что у нас такая супер аккуратная игра получается. Супер кемперская, супер аккуратная. С попыткой максимальной реализации нашего вооружения. Ну и при этом в всем раскладе наши тиммейты тоже довольно неплохо борются за точку. И потихонечку, потихонечку готовы захватывать уже вторую точку в этом бою. Желательно, конечно, тоже накидывать урон по всем танкам сразу. У меня тут не было фулл хпшки. Я что-то думал, что у меня фулл хп. Ну ладно. Что страшного? Ах, страйкер со сводочкой своей. 8 киллов, 200 очков. Сейчас у меня появится овердрайв. Вторую точку наши тиммейты уже забрали. Довольно такая интересная комбинация получается. Приходится концентрироваться прям на каждом выстреле. Я думал, что это потому, что это все немножечко попроще будет. Но по итогу здесь прям надо неплохо так запотеть. Чтобы получился какой-то интересный результатик. Отправляемся на левую зону, чтобы поражать овердрайв. Но уже наш тиммейт его запускает. Страховочка нужна ли? Да, нужна, нужна страховочка. Нужна еще одна добавочка. Чтобы добить противника и засейвить точку. Так, и еще дополнительно от стеночки 2000 урона залетает. 10 киллов у нас уже есть. Тиммейты опять теряют контроль точки. Занимаем позицию сверху. Пробуем забрать у вас пика. ДДшки у меня нету. Довольно долгий кулдаун у кемпера, если честно, на расходке. Лучше бы, конечно, было бы больше возможностей на реализацию дополнительных припасов. Все-таки я бы не сказал, что это суперсильный дрон. И ему бы можно было бы сделать и меньше кулдаун. Но зато он не хавает никакие дополнительные припасы. Да, и при этом при фулл хпшке дает вам дополнительную силу по урону. Голоралное это всегда смотреть на то, сколько у вас хп. Чтобы у вас хп было полное. Потому что только лишь на полных ваших здоровьях у вас повышенная броня и повышенная ДДшка. Броня не так важна. А вот ДДшка супер важна на этом сочетании. 7,5 минут у нас остается до конца боя. Появляется у меня ДД. Ну и сразу же мою ДДшку уничтожает. Вражеский страйкер. Пробуем пожить. Пробуем добить вражеского страйкера. Отличный урон по нему залетает. Ну и в принципе здесь контролим. Контролим, контролим позиционочку. Аккуратно выкатываем дополнительно на урончик. Ну и смотрим, что у нас вообще по проценту. 60% овердрайва есть. Наши тиммейты отлично борются за точку. Очень хорошая команда нам попалась. Повезло немножко нам с командочкой. Так, ну и аптечку, конечно, прожимать, наверное, в этой ситуации уже было поздно. Спрашивают у меня, какое устройство самое нагибаторское. Ну там, в принципе, ответ уже есть на гром. На гром есть уже ответик там хороший. Если честно, я, в принципе, и согласен с тем, что этот молодой человек написал. Вакуумка, по моему мнению, тоже является супер бомбическим устройством. Так, у нас какой-то лаг сервера происходит. Кто за лаг сервера? Кто за лаг сервера? Ой-ой-ой, только не говорите, что это очередные какие-то дудосинги. Но у нас вся карта залагивает. Вот так вот я решил записать видос. А у нас на карте прыгнул не кисло, так пинг и залагала каточка. Ждем, ждем, пока все это дело разлагает. Вот, практически полный бой нам удалось отыграть. Ну как, полный, треть боя мы сыграли. Пробуем дополнительную накидочку производить. Так, сервер отлагал. Ну и пробуем добавлять урончика. 14 на 5. Не такое большое количество киллов, если честно. Но, с точки зрения реализации своего вооружения, пока что все выглядит довольно неплохо. Точка появляется у нас сверху. Попробуем поехать именно туда. На накидку шарика. И попробуем также помочь тиммейтам забрать точку. Все-таки на таком вооружении можно. Спокойно здесь подсаппортить команде и захватить точечку. Если у вражеского ареса шар есть, поэтому запускаем сразу. Запускаем сразу, чтобы не было возможности у него здесь подконтролить зону. Ну, залетает сводка. Залетает дополнительная сводка от противника. Но мы контролим, контролим. И, по идее, противник не должен успевать уже до этой точки. И мы третью точку успешно захватываем. 15 на 6. Пока что наш личный счет в этом бою. На большом расстоянии, конечно, по 200 урона. Лишь моя смока накидывает с дополнительным дамагом. Но вот если сближаться где-то с противником и накидывать на средней дистанции... Ой-ой-ой. Такая жесткая сосуля прилетела. То уже ситуация выглядит куда-куда интересней. Пробуем... Ой-ой-ой, только не в минус на аресе, плиз. Пробуем занять сейчас верх. Как минимум еще один овердрайв у меня будет в этом бою. Пробует меня здесь переиграть страйкер. Пробуем чуть-чуть я от него. Оп, хорошо. Стопим. Стопим вулкана. Аптечка срабатывает. Автоприпасы, кстати, на кемпере очень хорошая вещь. Работает супер великолепно. Если, например, сравнивать кризиса, на котором было прям очень сильно некомфортно играть с автоприпасами... То есть здесь автоприпасы это очень хорошая дополнительная возможность, которая вам активирует припасы в нужный момент. И правильные. Что самое главное, правильные припасы в нужный момент. Так, ну и у нас 3 минуты до конца. Попробуем... Попробуем накидать еще здесь урона. Против у нас Тесла. Есть, и Мамонт прожимается. Бежим от Мамонта. Бежим от Мамонта, чтобы он меня здесь не задушил. Пробуем, пробуем, пробуем убежать. Но все равно он до меня дотягивается. Но, благо, точку противник не контролил. 2,5 минуты еще у нас до конца имеется. Поэтому будем пробовать заканчивать в свою пользу эту замечательную катку. Сводка, по ощущениям, летит в меня. Залетает сводочка. Кризис. Отлично, сливаем. Так, ну и пробуем накидать. По 1800 с одной смоки залетает. Хороший урон. Попробуем сейчас где-нибудь тут реализовать овердрайв. Оп, хороший тайминг. На прожималову. 3-4 противника сразу в кучке. Отлично, отлично, великолепно. И добавляем еще урон здесь. Добавляем еще урон здесь. Итого 22 кила. Честно говоря, я думал, что пожестче будет тебе показывать это вооружение на пемпере. Но пока что такого прям супер результата у нас с ним не удается сделать. 22 кила это, но не супер хороший результат. Если, например, сравнивать кемпера с гиперионом, то гиперион мне нравился больше. Да, то есть он, как по мне, наносил посерьезней цифры, посерьезней урончик. Возможно, стоило поиграть поближе с противником, но тогда возможность дополнительного урона, как по мне, была бы меньше. Но, возможно, я ошибаюсь. Пробуем забирать пятую точку в нашу копилочку. Ой-ой-ой, какой жесткий овердрайв. Хантер прожимал сверху. Ну и пока что пытаются ребята там законтролить точку. Падает дроповая дэдэшечка. Ну и захвата у нас не будет. Но все равно победа есть. Победа в кармане. И с такой комбинацией мы даже на первом месте в нашей команде. Пробуем ареса слить. Но меня тут тоже благополучно сливают. Ой-ой-ой. Наши тиммейты тут уже овердрайвы прожимают. Тут уже идет разыгровочка под овердрайвы дополнительные. Так, ну а мы пробуем забрать васпика на кризисе сверху. Попробуем сейчас еще докатить туда доверху. Овердрайва у меня уже не будет больше. Попробуем еще чуть накидать. Да, смока, конечно, с расстоянием наносит крайне маленькое количество урона. Я все-таки, наверное, хотел бы, чтобы она наносила побольше урончика. Тогда бы было бы намного больше возможностей у этого вооружения на кемпере. Но по итогу на такой карте, если стрелять на расстояние, то реализовать эту смоку довольно-таки тяжело. Поэтому, что я могу вам сказать. Кемпер, конечно, уникальный дрон. Но все-таки, на мой взгляд, с этой комбинацией гиперион смотрится очень и очень круто. Это тот самый дрон, который, я думаю, что этой смоке с пульсаром подходит просто великолепно. Даже не нужен никакой кризис, не нужен никакой дополнительный повышенный урон. Потому что эта смока в первую очередь работает за счет крита с наносом полных статус эффектов. Поэтому, если вы играете на такой пушке, то с любым корпусом, что будет там, викинг, хантер, мой вам совет использовать как раз-таки гипериона. Ну и кемпер, даже имея дополнительные возможности с 300% уроном, не является столь жестким дроном именно для этого вооружения. Если бы это бы смока на большом расстоянии наносило бы тоже хороший урон, то я думаю, что с кемпером можно было бы сделать намного-намного жестче результат. Ну а так, по итогу, получаются такие какие-то смешанные чувства. Хоть мы даже и там были в лидирующих позициях, все равно это, наверное, не то, что я хотел бы видеть от этой комбинации с дроном кемпер. Пишите, что вы думаете по поводу кемпера, по поводу его актуальности, играете ли вы вообще на этом дроне, используете ли вы его в матчмейкинге, как вам вообще этот дрон, нравится, не нравится, согласно вы с моей точки зрения. Пишите все это в комментариях, поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вам понравился видос и вы до сих пор не подписаны. Ну и не забывайте про тег создателя Катета, который находится в достройках игры, в аккаутике, мой личный тег это тег ТМП, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч тонкоинов, вся информация по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!